И 10 рекордов, которые ты не захочешь побить. Всегда хотели попасть в книгу рекордов Гиннесса. Что ж, возможно, вы измените своё решение, посмотрев 10 рекордов, которые вам не хотелось бы побить. Лего, 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 лего. О, факт. Самая длинная дистанция, на которую был заброшен человек при помощи торнадо. Блядь, охуенно. Да, классный рекорд. Супер, блядь. Я уверен, что он поставлен был абсолютно случайно. В 2006 году 19-летний Мэтт Сютер был в трейлере своей бабушки в Миссури, когда его настигла торнадо. С обрушением стен и потолка Сютера засосала торнадо, протащив его на расстоянии 298 метров. А это три футбольных поля. Чудом он выжил, получив лишь маленькую царапину. Самый дорогой счёт за телефон. Селина Ааронс из Южной Флориды имела двух глухонемых братьев. Они с её братьями обменивались текстовыми сообщениями. Ладно, простите, простите. И по тарифному плану, который выбрала Селина. Когда её братья поехали в Канаду на две недели, она забыла поменять их тарифный план. Её братья обменялись более чем двумя тысячами сообщений. И стали причиной огромных международных расходов по интернет-роумингу. Из-за этого привычный счёт в 175 долларов превратился в ошеломляющие 200 тысяч долларов. Самый большой счёт за мобильные услуги. Самый длительный отбытый срок. Пол Гайдл Джуниор задушил богатого нью-йоркского брокера насмерть в попытке ограбить. Он был арестован два дня спустя и приговорён к минимуму 20 годам тюрьмы. В 1926 году он был признан невменяемым и провёл большую часть заключения в психиатрической больнице. А в 80-м году он был освобождён, отсидев 68 лет и 245 дней за решёткой. Это самое длительное тюремное заключение в истории. Имеется в виду, когда человек после него вышел. Самое большое количество проваленных... Бля, смысл выходить после такого срока? ...попыток пройти водительский тест. В 2005 году Ча Сасун, 74-летняя женщина из Южной Кореи, прошла практическую часть водительского экзамена спустя 10 попыток. Тем не менее, она постоянно проваливала письменную часть экзамена. Несмотря на то, что она его пыталась пройти каждый рабочий день в течение 4-х лет, заплатив более 4 тысяч долларов на тесты, она наконец-то прошла его в 2009-м на 960-й попытке. Самый... Бля, ну всё, минус люди нахуй на её пути. Вы видите, как она рулит, бля, такая... Бля, руль, бля, пизда. Там весь город, наверное, эвакуировался, который с ней жил такой. Оооо, Санчунг живёт в нашем районе, бля, Санчунг. Просто, мы продаём дом, мы продаём дом. О, какой классный дом. У вас что здесь, бриллианты инкрустированы по всему полу? Да, это особые бриллианты, привезены из Новой Гвинеи. У нас обработано всё красным деревом и золото специальной пробы, отлитой лично Путиным. Лично Путиным из золотых запасов России. Сколько стоит этот дом? Всего лишь 2 миллиарда долларов. О, это как-то, 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 по-божески, по-божески, да. А кто ваши соседи? Наши соседи, наши соседи, наши соседи, наши соседи очень милые, Чан Цунг, вот. Та самая Чан Цунг, та самая Чан Цунг, блядь. 200 баксов за дом, не больше, блядь. Все, все уезжают, чат. Все уезжают из-за неё, 100%. Все, блядь. Недвижимость упала в цене, блядь. Живёшь в Шан Цунг, всё. Дом в бриллиантах, 200 баксов стоит максимум. Шан Цунг, блядь. Не, на самом деле, просто, понимаете, это может быть опасно, выдавать права таким людям, вот в чём дело. Опасно для других людей. Сильный удар по яйцам. В этом шокирующий... Самый сильный удар по яйцам. ...эксперименте, организованном Fox Sports News. Мастер... Это когда ты хочешь вообще не иметь детей, 100%. Боевых искусств Кирби Роя ударил в яйца американский гладиатор. Сила удара была рекордной, 499 килограмм на квадратный дюйм при скорости в 35 километров в час. В отличие от большинства мужчин, которые бы упали в агонии, Кирби не почувствовал ничего. Это потому, что его так часто били по яйцам в своей карьере, что его нервы чувствуют только 10% боли. Самый тяжёлый. Блядь, а травма, травма яичек, блядь. Человек. Вашингтонец Джон Броуэр Миннок весил 135 килограмм, когда ему было всего 12 лет. Его зависимость к еде вышла из-под кон... Дело-то не в том, что ты там чувствуешь или нет боли. Не так быстро, котик. ...контроля, и в возрасте 37 лет его вес достиг пика в 635 килограмм. После сердечного приступа 12 пожарным пришлось транспортировать его в больницу, где он остался на 2 года. За это время он потерял 419 килограмм, самый большой потерянный вес в истории. Так или иначе, его чрезмерное ожирение плохо отозвалось на его здоровье, отчего он умер в возрасте 41 года. Самое большое... Блядь, как можно было стать таким толстым, блядь. ...количество сломанных костей за жизнь. Знаменитый каскадер Ивол Книвол провел более 75 рэмп-турэмп прыжков на мотоцикле в 60-х и 70-х годах прошлого века. Не все его прыжки были удачными, оставляя его серьезными травмами, такими как разбитый таз и переломы бедер, кисти... Мне аж как-то не очень, мне аж что-то яйца зазудели, ребята, неприятно... Даже после того, как вышел на пенсию, Книвол продолжил получать травмы, и к моменту его смерти он сломал 433 кости. Самое большое количество вынутых камней из почек. В 2010 году 45-летний Дхан Раш Вадиль из Индии начал искать медицинскую помощь после 6 месяцев острой боли. Ему поставили диагноз гидронефроз, который ухудшает функции почек, вследствие чего образуются камни. Вадиля положили под нож, и врачам понадобилось 4 часа, чтобы убрать 172 155 камней в почках. Он побил предыдущий рекорд в 14 тысяч камней. Самая большая полоса проигрышей в Лас-Вегасе. Терренс Ватанаби из Небраски потратил 2 десятилетия, чтобы построить мультимиллионную долларовую империю в индустрии снабжения. В 2007 году он начал Рубилову длительностью в 1 год в Цезарс Палас. Это Рубилова не задалось, и он потерял 127 миллионов долларов, самую большую денежную потерю на человека в истории Лас-Вегаса. Ватанаби настаивал на том, что казино спаивало его ликером, чтобы он продолжал Рубилова. Так или иначе, его обвинение отвергнули, и более того, его стали обвинять в неуплате налогов на почти 15 миллионов долларов. Самая большая... Пиздец. Вот есть же идиоты, да? ...количество ударов молнии в человека. Возможность того, что вас ударит молния, близится к нулю за всю вашу жизнь. Один неудачливый лесной рейнджер из Вирджинии, однако, держит рекорд, выжив наибольшее количество ударов молнии. Больше трех десятилетий Ройси Салливан был ударен молнией 7 отдельно взятых раза, причиняя серьезные ожоги его волосам, бровям, груди и желудку. К слову о его неудачливости. Спасаясь к дому на седьмой раз, когда его ударила молния, он пересекся с черным медведем, и ему пришлось защищаться. Я... Ударила молния, пересекся с черным медведем, пришлось с ним пиздиться. Продолжение следует...